Впервые о требовании Киры к Александру Малинину общественность узнала еще в 2010 году. Дорогие друзья, Ольга Зарубина и Александр Малинин развелись еще в 1985 году. У каждого из них давно другие семьи, но скандал, касающийся их общей дочери, не утихает уже более 10 лет. Александр отказывается признать Киру и даже не пускает ее на порог своего дома. Давайте же узнаем, чем сейчас живет и как выглядит уже взрослая девушка и общается ли она со своим отцом. Кира узнала о своем настоящем отце в возрасте около 12 лет, но встретиться с ним и наладить контакт решила только после смерти заботливого отчима в 2008 году. Знакомство состоялось спустя 3 года, и Малинин даже выделил девушке 700 долларов на обучение в колледже, но дочь не признал. С того момента и начались громкие скандалы на всю страну длиною в более чем 10 лет. С тестами ДНК, от которых отказался Александр, с судебными исками, исчисляемыми миллионами, с гипотезами о неверности Зарубиной и сильным желанием взрослой дочери добиться внимания своего настоящего отца. Господи, если бы не Малинин, понимаешь, может быть, что скорее всего с моей дочерью этого ничего не произошло бы, понимаешь, никаких бы депрессий не было. Со временем первая встреча с отцом в 2011 году Кира сильно изменила свой имидж. Из скромной шатенки с пышными формами она превратилась в стройную пепельную блондинку с эпатажным поведением. На внешнем виде девушки сказалась и затяжная депрессия. Мало того, что история с отцом потрепала Кире нервы, так ей еще и пришлось пропустить собственную свадьбу. Дочь именитых родителей прилетела в Россию к матери, чтобы выступить на телешоу. Визит должен был занять не больше месяца, однако он затянулся из-за карантина и закрытия границ. Она мне рассказала, что пропустила день свадьбы своей и, наверное, считает меня виновной в этом, потому что я не выполнил свое обещание. Она должна была прилететь на месяц, но все затянулось, прокомментировала состояние дочери певицы. В свете событий у Киры случился нервный срыв. Под горячую руку попал даже журнальный столик в московской квартире Зарубиной. В эфире программы «Пусть говорят» в марте 2020 года Кира высказала свое намерение подать на Малинина в суд и получить компенсацию в 3 миллиона долларов. По мнению девушки, эта сумма должна была покрыть и моральный ущерб, который Александр нанес ей своим хладнокровием, и незаплаченные ни разу алименты до совершеннолетия девушки. Но в ходе шоу аппетит непризнанной дочери возрос, и она утроила желаемую сумму. Цифра достигла отметки в 10 миллионов рублей. Пока судебная тяжба отца с дочерью в самом разгаре, и точка в них не поставлена. А сумма желаемой компенсации выросла с 10 миллионов до 15. А я не знаю, что мешает. Я просто говорю, что никогда не была с ним наедине. Почему ты не хочешь встретиться со своей дочерью? Это странно. Это очень душераздирающе. Кира появилась на пороге больницы, куда положили певца. Девушка переживает за состояние здоровья Малинина и громко заявляет свои права на наследство. Она даже выразила желание получить от него недвижимость в Подмосковье. Но больше всего девушка хочет, чтобы Александр признал ее родной. Я же его дочь. Была официально рождена в браке. Он должен отвечать за меня. Я хочу, чтобы у меня было не меньше, чем у брата и сестры, прокомментировала свое решение Кира. Сейчас Кире 36 лет. Она почти не появляется в соцсетях, но поет и пробует себя в качестве стилиста. Девушка шьет одежду и головные уборы для женщин по собственным эскизам. Парикмахерское дело она тоже не бросила и в шапке профиля своего инстаграма весьма нескромно о себе написала. Фантастический, удивительный дизайнер волос и одежды из Соединенных Штатов. Кира живет в Америке и недавно вышла замуж за своего возлюбленного. Им оказался бывший солдат армии США по имени Джошуа. Мужчина далек от шоу-бизнеса и работает строителем. Кира призналась, что готовится стать матерью. Конечно, она переживает, что с ребенком будет трудно, но Ольга Зарубина всячески поддерживает решение дочери. Дочь хочет стать мамой. Я думаю, что это долгожданное событие не за горами. Возможно, что боль Киры из-за не сложившихся отношений с отцом поутихнет, когда в ее собственной семье родятся дети. И кто знает, может быть пройдет время и Александр Малинин сам проявит инициативу в общении с ней. Я уверена в том, что я его дочь. Это очевидно. Позвони мне. Хотя бы иногда позвони. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!